Приветствую вас и нет, не совсем. Ну, во-первых, очевидно, что у вас бывает обида, обида до сих пор. Во-вторых, вы как бы стараетесь кого-то получать в своем ответе, чему-то научить хотите как бы людей, но проблема заключается в том, что, как правило, люди смысленно совершают ошибки, и то, что вы об этом говорите, свидетельствует о том, что свою проблему вы, вероятно, еще не решили, как таковую, на конце. То есть обида есть у вас до сих пор, и вы старайтесь таким образом, в данном случае это способ рационализации, эту обиду компенсировать. Но, на самом деле, мы свою ситуацию еще не отпустили до конца, не пережили и не начали, собственно, жить дальше, чем я вам и советую, на самом деле, начать заниматься, потому что, определенно, что, ну, вас задевает, не, вас задевает в некоторых моментах. Дальше, по поводу того, что повезло и идеально. Вы знаете, вы назвали ту, вот, точнее, тот перечень в качестве мужчины, особенно, первый, да и второй только, который не является везением, он является нормальным. Это абсолютно нормальное качество для мужчины, абсолютно нормальное поведение. Женщина не везет, когда она такого мужчину получает. Женщина получает то, что она обязана получать, ну, или суть, чего она хочет. И если в процессе отношений выясняется, что она хочет чего-то другого, то кто мы такие, чтобы удерживать ее от этого? Более того, ее никто не удержит от того, чтобы пытаться искать что-то новое, пробовать это новое. А вдруг, найдешь что-то лучшее, а вдруг? Стремление к идеалу, знаете ли, одно из основных и самых важных стремлений человека. И вряд ли можно его вот так вот обрубать. Но вот, когда человек сам, на собственном опыте, осознает, что хватит, что нагулялся, что лучшего искать уже не хочется, тогда да. То, что говорите вы, то, что вы пишете, это, по факту, перейдеток вашего опыта. То есть, вот вы получили опыт, и вы осознаете, что ценно, там, стабильность, да, забота, ласка и все. Вы это понимаете. А другой человек этого не понимает. Ему кажется, что нужно попробовать искать. И, собственно, это дает ему жизнь. Это дает ему почувствовать себя живым, почувствовать себя стремящихся куда-то и так далее. А вы, как будто бы, хотите, чтобы все люди понимали так ситуацию, как и вы. А это невозможно. Далее вы пишете, что, значит, так. Ну, вот, мало того, что сами фармер забьет, если ясно сделать ему плохо, так и сами потом, скорее всего, жалеть будете. Вот, знаете, здесь, как бы, снова такая ситуация, что вы, как будто, пытаетесь предостеречь друг друга. Любых людей от того, что, ну, постигла вас. И, знаете, угадал свой опыт собственный. И далеко не факт, что женщина будет жалеть. Далее, далеко не факт, что мужчина будет женить. Прямо, допустим, если такая женщина ушла, то она никогда была, не была особо привязана к мужчине. И, раз она не особо была привязана к мужчине, то она или поздно, она бы все равно разошлась, по той или иной причине. И, не нужно упрощать ситуацию. Не нужно делать ее, это, типовой. Не нужно пытаться подогнать в рамках других людей и поведения других людей. Знаете, если вы сами для себя вынесли опыт, то другим людям вы никак этот опыт не передадите. Это то, что вам, наверное, нужно понять. Даже если люди прочтут этот опыт, если они его впитают, они все равно сами совершат ошибку. Потому что им будет казаться, что у них уникальная ситуация. И это очень хорошо. Хорошо, что им кажется, что они уникальны. Хорошо, что им кажется, что они самобытны. Это хорошо. Потому что иногда это означает, что речь идет о личностях, а не о людях, которые считают себя одинаковыми. И в завершении хотелось бы сказать так. Что, ну, надеюсь, вы меня заранее извините за подобное высказывание. Тем не менее, по вашему сообщению я понял, что вы уже задавали, уже писали такой вопрос, что вы как будто пишете такой получающий текст, а потом как бы спрашиваете подтверждение у экспертов на эту тему. Так вот, определенно вас волнует тема, что вот вас, видимо, бросили, вас как-то вот предали и так далее. И вы до сих пор этого не можете простить. Вы до сих пор не можете этого забыть. Вас до сих пор это задевает. Вот, по-моему, даже про предательство что-то такое было. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Так вот, уважаемый аноним, если у вас действительно есть обида, обида, именно обида на девочку, которая вас бросила, или, может быть, как бы, просто не дает вам это двигаться вперед, то вам рекомендуется проработать именно эти обиды. Именно вот то, что вас самого беспокоит. Ваши ощущения, ваши эмоции, ваши мысли. Потому что обида это то, как раз, что возникает от непониманного. Вы сами не можете свою обиду понять, сами не можете ее принять, пропустить через себя и отпустить. Из-за этого вы пишете такие вот сообщения. Потому что так вам становится легче. Когда вы пишете что-то такого вот плана, вы как бы формулируете свою мысль, формулируете свои эмоции, выражая их и вам легче. Но проблема в том, что это выражение косвенных эмоций. Это не ваши эмоции лично. А чтобы они вас отпустили, нужно выразить именно ваши переживания. Ну и понять причину и суть того, что с вами произошло. То есть, по сути, заново пережить вот этот вот ключевой момент, который вас не отпускает. И тогда вы сможете жить дальше. Пока у меня остается решение, что вы ищете подтверждение своим словам в других вопросах. И, собственно, в вашем вопросе вы как бы все это суммируете, пытаясь опять-таки в экспертах увидеть подтверждение своих мыслях. Тем самым купировать обиду. Ну вот не получится так. Понимаете? Потому что все равно это будет лишь подтверждение ваших или опровержение ваших мыслей. А нужно именно изменить ход ваших мыслей. Изменить ваш подход. В принципе. Чтобы Наконец-то вас эта ситуация отпустила. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если нет, делайте его лучше. У него же тяб А сме. О esta тяб. Охот, Hebrews. У него строчка дивно. Время asegуя. У него его hjäl común. У него вы вообще ничего не соединяя. Вас отсюда. Завершил причем. Время square прямоiembre много